привет друзья меня зовут дарья поздняк сегодня мы будем рисовать пейзаж акварелию ну и параллельно я буду жаловаться на воду в геленджике точнее на ту ситуацию которая сейчас в геленджике с водой точнее не в геленджике а в жека в котором мы живем жека суворов ну сейчас пару минуточек я подожду кто-то может присоединиться значит пока буду отрисовывать пейзаж так легкий набросок делаю ничего серьезного я прорисовывать здесь не буду вот у меня на переднем плане наверно это березки неуверенно как-то так здесь трава вот эта трава будет светлого тона за нее будет выходить берег вот так по вертикально заканчивается не будет выходить берег бы высота берега с другого дома вертикаль той дальней травы вертикаль передние травы то есть вот она одна трава из за нее выходит другая трава то более вдалеке поэтому она меньше по высоте так тут берег заканчивается у меня просто вода и там просто идет горизонт на нем растут уже мелкие деревья потому что далеко так тут они тоже просматриваются здесь также есть какие-то свои собственные местные кусты и отражение в воде не знаю придет кто-нибудь сегодня слушать мои жалобы на воду келенджики потому что если вы будете смотреть записи не знаю насколько вам это актуально с другой стороны для сохранения своего здоровья и нервной системы наверное мне надо выговориться в принципе я могу же потом если что удалить там и даже облака отражаются ну какой-то такой примерно у меня набросочек так карандашом я наметила такой легкий пейзаж сейчас пока люди собираются тут подправлю себе лампу а то мне тут повесили лампу а я в нее в этом месте я провожу эфиры это не предусмотрела я в нее уже ты раз задел головой не ожидал такого просто столом нам куда-то сместиться я это не под не продумал этот момент поэтому кружева нами на голову не упала но она кстати скорее всего все равно упадет сюда вот она не падает она бог она падает да не получится сейчас я обратно верну получить по голове лампы тоже не очень хочется так пока вы там собираетесь не начну уже болтать про воду значит жека в котором мы хотели жить в прошлом году было все отлично с водой вот это был один из немногих жека в котором было все отлично с водой но здесь я так понимаю много зависит от управляющей компании и сейчас получается такая ситуация что управляющая компания то сейчас получается так что во всем город и есть вода концессивно снабжение геленджика утверждает что вода везде есть все хорошо вот а наша управляющая компания утверждает что это не подает воду концессивно снабжение геленджика то бишь город и каждый стоит на своем при этом во всем городе есть вода то есть никто нигде в новостях ни о чем не предупреждал никто никому не говорю то есть во всех же какого могли спросить у всех есть вода то ли у них действительно идут какие-то отключения от города просто система которая стоят в домах накопительные баки они работают и поэтому жильцы не замечают это управляющей компании в принципе не предупреждает если у них все под контролем чем предупреждает жильцов если все хорошо вот а если если так значит управляющей компании дорогие жека они справляются с ситуацией а наш не справился чем даже тут не важно что действительно там от города есть с водой факт что что у нас воды нет третий день это правда и это ужасно то есть когда так издалека слушаешь ну там авария какая-то в москве мы все привыкли что ну там аварии и быстро устраняют но там час-два на полдня люди без воды все потом воду дали ее больше не отключить все самое главное здесь беда в чем в том что у вас один день нет 2 день дали там вам например на два часа или на полчаса а потом ее опять отключили на целый день на улице больше 30 подсечет ручьями а вы это что помыться не можете у вас ничего нет вы даже руки не можете помыть вы еду даже кастрюльку не можете себе вы фрукты в магазине купили вы не можете их помыть их съесть уж я не говорю про туалет там все дела у кого дети там кормить вы не можете приготовить детям еду я не говорю про то что детей надо мыть вы даже покушать не приготовьте без воды короче я разочарована в застройщике это раз который обещал клялся и божился стучал себя в грудь что такого не будет я разочарована в управляющей компании ну ей и не очаровывалась в принципе поэтому начну небо заливать мне никогда управляющей компании не я ее не выбирала меня тут не было вот в этот момент как она себя ведет управляющей компании как разговаривает и как у нас технический директор как он отвечает на звонки это отдельная песня вот все мои вопросы на предмет сместить поменять управляющую компанию или ее сотрудников как-то в общем никто выразумительно не отвечает вообще у нас есть чат в котором люди бла-бла-бла болтают болтают но при этом ничего не делают это очень раздражает поэтому даже сегодня я не выдерживаю написал что давайте мы что-то либо делаем либо как бы него не ворчим уже потому что это невозможная ситуация какой смысл терпыхать языками либо мы делаем физические движения физические шаги чтобы исправить ситуацию либо мы сидим и молчим какой смысл перетирать кому-то кости если ситуация не решается знаешь что делать предлагай вот сегодня появились двое мужчин которые очень сильно нам помогли вот мы пошли разбираться какие-то подробности выяснились это очень круто вот как я справляюсь значит с водой начнем с отсутствием воды начнем с того что я уже месяц живу в квартире в которой нет горячей воды нет плиты че плита есть она не подключена вот то есть есть холодная вода при этом у меня нет раковин у меня только душ душевая как бы такая из плитки штука вот раковин нет и в этой душевой как бы ток холодная вода поэтому понимаете что с приготовлением еды и мытьем даже одной тарелки одной чашки для себя проблем как бы не очень приятно так пока я значит говорил я залила вы видели сначала я намочил небо в ответ я намочила воду отражение этого неба поэтому они как бы должен немножко созвучны поэтому вы видели что первым цветом я заливаю там и там потом я добавил вот здесь второй цвет будут опустила так и так и вот я вам скажу что так смешно было пришел мастер начал что-то делать нам этом с электрики начали он такой начал копошиться но он же видит вещи 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 как бы уже так обжито в принципе он видит мебель стоит я хожу все-таки в домашнем в пижаме практически что адовая жара в москве я все не позволила честно сказать в таком виде ходить при посторонних но но такая адовая жара что уже на все как бы забиваешь но не в трусах ничего такого неприлично просто это для геленджика более вальяжно можно себе позволить и мастер просек и говорит а вы сколько здесь живете я говорю ну месяц но говорю недели две я ходила есть и мыться в соседний дом вот он такой прикинул что две недели я полностью здесь каким-то образом мою съем каким-то образом мою посуду он так посмотрел на все это явно меня тоже пожалел говорит я завтра приду и постараюсь сделать по максимуму и он действительно пришел и он старался и он бы сделал он сделал газ что у меня плита теперь на второй день плита второй день утром я готовлю себе кофе в турке не как я раньше заливала просто кипятком вот этот раз нерастворимый у меня в зернах молотый кофе заливала кипятком накрывала его сверху чтоб чешуйки осели все это туда осела вот такой способ как существует по вкусу нормально вот но конечно в турке лучше второй день значит идея и делу в турке сделал мастер газ и он бы сделал мне горячую воду если бы в этот самый момент что он плане пытался это сделать не отключили воду во всем доме но просто вот я вам даже вот тут вот по эмоциональю жестами вот отключили воду во всем доме четко в тот момент когда он пытался подключить мне горячую воду вот и мастер как бы уехал у него там свои дела свои объекты и на следующий день выйти не может никак и ля-ля-ля это поля вот и теперь что я вам скажу как итог как итог значит вода у меня как было так и осталось единственное что в плюс к газу он мне сделал раковину на кухне фотку я в инстаграм сегодня выкладывал это просто благо потому что жить вообще без раковины это ужас конечно то есть даже если какую-то одну тарелку моем в души вот в этом то это вся грязь с тарелки но раковин там и моем часто то есть на нее же все налипает это же не так грязь что ты пришел сполоснулся ушел то такая жиры там всякие тут бяки и получается что душа чем быстро пачкается вот а теперь ситуация такая что у меня как бы есть раковина у меня есть газ но у меня вода по графику то есть вот она то есть то нет кстати я сейчас дойду и скажем если у нас сейчас ем 12 должны были отключить нет вода сейчас есть то есть видимо баки набрались какую-то часть и они еще держат то есть час час дня в 12 должен был отключить но по словам управляющей компании город должен был отключить воду и по идее сейчас если верить управляющей компании сейчас вода должна быть идти из наших баков но что на самом деле конечно же никто не знает мы написали несколько обращений в разные станции будем смотреть кто где что нам ответить а я начала говорить что как я тут живу так вот хочу сказать вам что две недели без горячей воды и без плиты в жарком климате геленджика я пережила легче чем третий день с отключениями в принципе воды при том что у меня уже есть рака на кухне есть газ на кухне я могу себе готовить потому что наверное я не могу себе готовить потому что только там придешь к откуда-нибудь там со сковородкой или там с продуктами с какими-то а хопа у тебя там воды нет и ты не можешь эти продукты помыть короче вот две недели адского дискомфорта и три дня вот две недели реально мне было легче потому что когда у тебя просто нет горячей воды это фигня можно нагреть это все ерунда но когда у тебя нет вообще никакой воды это у меня еще нет детей а дети им же ну блин даже взрослым постоянно что-то надо ну сколько за день мы ходим в туалет с улицы пришел руки надо помыть надо помыть утро вечер по любому на такой жаре нужно помыться просто потому что под разъедает кожу просто адски разъедает кожу нельзя в такой адовой жаре не сполоснуться вот и получается что у нас в наших двух жиках капец а во всем геленджике нормально и я даже думаю что это ну какая-то проблема может быть со мной потому что этот жика прошлом году может быть какое-то сопротивление идет то есть мне пытались дать комфорт в квартиру вот газ там раковину воду горячую а мне хоп то есть вроде бы как он что-то сделал но в то что-то прибыло но что-то убыло то есть прибыла работающая плита и раковина работающая но при а и входной фильтр общий у меня тоже прибыл и он работает и я через него сейчас воду пускаю когда она есть но при этом было у меня наличие воды в принципе вот и такой как бы взаимозначит это то есть я как бы получается ничего сейчас не могу из благ получить вот так у меня подсохла немножко даже хорошо потому что в касание к деревьям теперь не потечет так я вас про свою болтовню предупредил ребятки потом я кстати буду удалять все эфиры и из них если я буду делать какие-то видосики конечно же весь этот благо было и все это отрежу поэтому если хотите послушать посмотреть заходить сейчас видосики смотрите потом они будут в каком-нибудь усеченном варианте или без звука или в ускоренном не знаю посмотрим конечно я сегодня больше вышел поболтать потому что реально психологу уже скоро нужно скоро нужно психологу я сегодня заходил в море кстати сегодня купалась очень рада что я пошла и два значит момента сколько раз раз я сказал слово значит входя в воду я думала господи я проведу себе канал от моря как-нибудь прокопаю зуб пусть у меня морская вода идет лучше из крана чем никакой потому что это невозможно терпеть вот а потом иду обратно а мы с мамой вышли позже ну понятно потому что чтобы выйти из дома надо как-то собраться все равно как там умыться зуб почистить ну там даже если в душ не идешь но хоть как-то хоть что-то надо про промыть глаза надо промыть в конце концов и времени конечно чтобы выйти из дома понадобилось больше поэтому позже вышли и вот начнем с собакой идем обратно и навстречу идет барышня и такая говорит как жена ко мне обратилась она год молодой человек я не сразу поняла чё на иметь ввиду она короче я потом уже она решила что моя собака мужского пола и она обращалась к моей собаке вот и она говорит молодой человек а чё это вы сегодня так поздно вышли вы как его там вот должны быть я вас всегда встречаю вот а я настолько офигела от обращения молодой человек тоже рядом со мной никого не было что полностью зависла улыбнулась как бы пошла а потом вот я там прошла чуть-чуть там пять шагов я поняла она решила но у меня многие почему-то собаку мою по имени может так воспринимают что на мальчик все у нас розовые машины почему припозднили сегодня с мамой вышли позже но море было бомбическое я в эту высоту травы добавляю более темные море было бомбическое я даже думаю не занырнут ли мне сегодня потому что воды скорее всего не будет и когда в море заныриваешь получше не занырнут ли мне днем вот что еще вам рассказать приехали мои друзья была у них в гостях у них окна выходит на северо-восток то есть у них не жарко вот сидели с ними болтали обо всем потом пыталась от них уйти потому что я же рано ложусь они такие они спокойно вечером это то есть я в 10 уже в постели им потусоваться вот я такая без чего-то 10 бы ну я пошла пошла вот никак не давая вот это там еще с тем так и ну а давайте сама потом такая без 15 11 я такая пошла прошу в итоге уезжала на такси бегала только в 12 но классно конечно гости конечно доходить очень очень классно но бывают такие люди которым нужно ходить понимая что ты всегда будешь выбираться из всех графиков то есть это запланировала на полчаса пойти вот тонн к таким людям всегда надо понимать что это время увеличится поэтому я уже себе зареклась брать еду с собакой для собаки всегда когда я к ним хожу потому что каждый раз когда или куда-то мы вместе идем у меня время всегда увеличивается меня всегда остается собака голодный это вообще не кива так смотрите я маски положила сейчас пока не высохла я быстренько влажной кистью вот и слава богу я еду для собаки взяла то что я это нормально покормила так вот и смягчаем смягчаю кому смягчая края так я рассказываю что в море у нас вода офигенная и что я ходил в гости что вам еще сказать так нет да задняя надо сделать похолоднее похолоднее надо сделать задний план вот так вот и всё так вот 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 и кстати вам расскажу прикол когда почему еще сейчас в эфир пошла я стараюсь хоть этот шаг продолжает уже сколько-то дней перед этим у меня два дня значит ковырялся строитель и он как бы же весь день и он шумит там всякими перфораторами и время в котором приходится впадает со временем моего эфира в первый день я вообще не знал когда он придет и не могла к никаким образом подготовиться вот и поэтому у меня эфира скачет что будет то не будет непонятно и вот в этом состоянии постоянно ты не знаешь чего у тебя сегодня будет и не можешь никак это спрогнозировать и отказаться тоже не может то есть если он скажет я приду и не могу перенести потому что я не знаю может быть он месяц еще не появится вы уже слышали какие у меня тут эти ничего нет и как бы не в моих интересах отказываться поэтому мое творчество которое слово которое если дала выходить в эфир каждый день стараться ну за исключение там пары дней типа выходных она как получается не получается его исполнять вот я конечно по этому поводу тоже расстроена и когда какие-то такие вещи идут особенно спытаешься принимать их и них активном части а я поняла уже что никто тут никому не как бы ну то есть если не мы то никто потому что люди я уже говорил говорят но ничего не делают вот ченок болтунов в чате но никто по факту ничего не делать и поэтому я поняла что нужно делать самим из меня цепляет но мы с мамой пытаемся но я очень сильно эмоционально реагирует то есть я сразу начинаю заводиться беситься а когда я бешусь сразу происходки плохие вещи потому что энергия начинает происходить как неправильно негатив то есть нужно вырабатывать хорошим позитив если вырабатываешь негатив то те сразу прилетает по сути тоже негатив на себя тянет негатив если вырабатываешь позитив ты притягиваешь позитив ну в общем сегодня мы данное собрание вышли идет девочка девушка со шпицем шпиц ну размером моих с моей собаки может чуть чуть больше но пошире она эта девчонка она просто пошире так как костиста вот она бросается на собаку она без поводка и давай я прям пытаться прикусить я так как могу и отгоняю понять что чужую собаку тоже не прибьешь же аккуратненько не так это вот и хозяйки хозяйки хозяйка ее забрала я думаю что фигня почему ваши говорю маят на поводке а ее собака без при этом она агрессирующая то есть бывают собаки которых водят без поводков но как правило это такие которым все нипочем который никого как бы нет здесь в принципе я ну не встречала что-то обратно то есть тут действительно так все молодцы прям в этом смысле я бы ну как же так если она как бы у вас такая чужую бесово отката год извините извините год я просто четко водок забыла и говорит это я буду хорошо его запомнила вот свое смотрю об слюнявлены у нее там кусок спины вот нормально вот я к чему к тому что когда я в негатив погружаюсь неважно даже как бы для того чтобы там разобраться своему картам и так далее какие-то предпринять правильные действия по решению проблемы сразу начинает происходить что-то такое плохое но как бы тебе показывает как я это понимаю что дальше у тебя что-то не так ты ушла в негатив что-то не так вот мы тебе показываем через ситуацию вернись вернись на вернись в тело пусть все как-то будет это в тело вернись и займись чем-то хорошим вот я кстати когда сегодня из моря вышла и шла до дома я прям вчера моя подруга сказал такой термин заземлиться я его как бы так отдаленно знаю и никогда не пыталась сформулировать что это точно значит как не пыталась в этот состояние погрузиться я так есть слова и есть использовала его да где-то как-то моего но не задумалась особо а вот сегодня я шла с пляжа я поняла что это значит я телом это поняла потому что я шла и чувствовала что после того как я поплавала я заземлюсь тоже я прям чувствовала благость радость свое тело что вот он воздух я вот вдоль него прохожу я его чувствую вот мои ноги вот земля я прям вот понимаю что я в теле а тут мы своих эмоциях и негативе отлетаем и мы только в голове а тут я иду шуршит листва знаешь под ногами не листва тут эти палки такие рыжие как же их хвоя от от длинных каких-то короче вот такой вот они длины рыжие от хвойных деревьев но от сосен наверно от этих пиццовских не знают каких именно хвойных в общем вот это все звуки вот саранчи или что-то у нас шумит по деревьям воздух тебя обдувает то есть вот это вот космос космические ощущения и так нашим баранам значит пока я тут болтала я накидала насчет отражения сами деревья давайте а стволы нарисовать не можем потому что они у нас светлые так знать чтоб стволы нарисовать я должна утемнить утемнить я поняла что я это это и вчера понимала как бы тут как-то более активно что нужно повышать свои вибрации чтобы эти все ситуации сейчас хорошо разрешились для меня я же на других не могу влиять я могу влиять на себя ну то есть я могу гражданскую позицию как-то свою проявлять то есть там куда-то писать какие-то заявления там относить куда-то идти разговаривать что звонить с кем-то сконсультироваться это я могу делать но по факту повлиять на ситуацию я не могу вот но физические действия могу делать но повышать свои вибрации все равно нужно нужно чтобы не было таких казусов как сегодня с собакой ну и всяких других каких-то нехороших моментов чтобы их не было чтоб от это дело всегда какие-то пакости расходят поэтому что у меня какие у меня главные для повышения вибрации инструменты в моем арсенале благодарить за то что у меня есть хорошие это очень хорошо работают заниматься чем то что у меня вызывает удовольствие какое-то творчество в данном случае что я делаю ну и как бы стараться найти какие-то позитивные моменты ну то есть как-то куда-то ходить где позитивно ходить или что-то читать ну то есть моем случае там это гулять или на море кстати вот астролог анна который я обычно обращаюсь из-за ее инстаграмме посматриваю там у нее иногда звучит что не ходить в скоплении людей я вот сейчас понимаю что в данной ситуации вот это прям работает в таком смысле что он настолько уровень вовлечения в негативную эту ситуацию высок что что сцепится физически два человека на каком-то собрании вероятность этого очень высока потому что люди все на нервах у них дети внуки не кормлены и так далее дети не могут сходить в туалет это нормально поэтому люди настолько в что я говорю вероятность что просто кто-то подерется говоря русским языком без всяких прекрасно она сейчас очень высока поэтому просто сказать что я буду ходить на все собрания тоже не очень как бы то есть какая гражданская позиция как бы да но нужно также понимать что свое здоровье нервы дороже все этой ситуации какая бы она ни была плохая но я вот буду пытаться балансировать и на как бы и чтоб проявлять свою позицию чтобы не говорить потом что вот мы живут на мука доверились а в этом типы это то есть нужно понимать что от нас тоже что-то зависит вот но в то же время не погружаться туда с головой для меня очень сложно поэтому такие вещи никогда в них нет не участвую и отгораживаюсь ну-ка куда-то это делегирую или надеюсь что без меня разберутся я надеюсь что и тут разберутся нифига не разбрались к сожалению так я там добавила линию горизонта поактивней здесь у меня стволы здесь тоже чтобы выявить стволы я могу только подчеркнуть их немножко вот поэтому я буду пытаться заниматься творчеством какое-то свободное время плюс я хочу меня тут два платья я обрезала новых купленных и у меня от этих платьев остались кусочки которые вот эта длина которая внизу была она у меня осталась я придумала для себя еще две таких домашних майки которые можно из них сшить из каждого куска по одной майке вот я может быть сегодня сяду это делать я это люблю а когда я делаю что-то что я люблю вообще любой человек мы повышаем свои вибрации а когда мы в хороших вибрациях мы притягиваем к себе хорошие вещи вот не какую-то фигню как разборки соседей а именно хорошие вещи вот поэтому хорошо бы конечно на автопилоте жить всегда в хороших вибрациях это дтп но если хотя бы даже осознанно я заметила что у меня что-то не так я должна бы осознанно специальных повысить тоже так можно почему нет всякий вариант хорош вот этот куст надо проработать вот 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 так ну я смотрю так то на эфир ко мне никто не пришел не знаю даже оставлять вам записи нет будете выслушать мои рассуждения жизни тяготок геленджика а может быть будете и хитствовать говорить а мы же тебя предупреждали но прикол то в чем геленджике есть вода она есть у всех но есть у всех и это жалко конечно а в том комплексе ж.к. гоголь в котором в прошлом году было с водой все плохо у них пришел хороший не поняла кто ну то ли технический директор то ли он просто в совете дома это я не очень хорошо поняла в общем какой-то грамотный товарищ который во всем со всеми разобрался были сделаны определенные нововведения в эту систему вокруг между городом и паками есть куча всяких оборудований штучек вот там какие-то штучки поменяли это штучки дополнительно поставили и у них все хорошо но опять же мы не знаем может город сейчас в принципе ни у кого воды не отключал то есть это все сейчас домосква никто не привел доказательств вот вот этой службе воды городской гкв к вг концессии водоснабжения геленджика телефону отвечают разные данные не говорят у вас вода по графику вот на этом будет отведение там учетом за давлением учет отключаем для другие говорят нет нет мы ничего не отключаем и не отключали не будем включать нас все хорошо это у вас проблем вот так вот они все отвечают вот так что мы с вами этот этюд завершили сейчас я поставлю подпись напишите мне в комментариях смотрели не смотрели что думаете про воду смотрели на выключили звук так тоже можно вот а я в какой-то момент все видео удалю то что я конечно не могу оставить такой я супер позитивный человек я не могу такое как бы негативное звук оставить на но я из этих видео сделаю наверное всех этих эфирчиков наверное сделал какие-то записи с вами была дарья поздняк до новых встреч а я всех обнимаю обнимаю и надеюсь что позитив все-таки перевесит в этой жизни